Алексей, еще раз здравствуйте! Это ответ уже на второй ваш вопрос, Алексей Шуткин. И вопрос заключается в том, когда-то отступив от Бога, самое страшное, что могло быть в моей жизни, и вернувшись к Нему, всецело посвятив себя Христу, насыщаясь Его словом, последние дни начали происходить разного рода искушения, нападки, угнетенное состояние, уныние. Во сне, как наяву, как бы наступает демоническая сила в виде тьмы, начиная сковывать, и после слов, произнесенных мною несколько раз, прошлое «Уходи!» во имя Иисуса появляется свет и поглощает ее. Правильно ли я понимаю, что происходит духовная война? Молюсь, читаю слово, славлю Господа, а иногда уныние и пустота как будто все равно подступают. Что это? Господь сам допускает, чтобы пройти эту пустыню, или есть шлейф последствий неразрушенного прошлого, который пытается преследовать? Спасибо за вопрос, Алексей. Дело в том, что вы в данном случае не одиноки. И хочу вас прежде всего поздравить, что вы начали духовно взрослеть. И пришло время вам разбираться с тем, что раньше не давало себе знать и как будто бы не поднимало голову. Когда вы начинаете искать большего, Господь предлагает расширить ваше вместилище, ваше внутреннее восприятие. И поэтому ему надо вместе с вами разобраться со всяким хламом и кладовками, которые были заполнены не пойми чем. И он приходит расширять территорию. И потому, когда начинаются подобные вещи, как претензия, которую враг пытается сейчас сказать, а это моя территория потому, что мне дали ее занять, то вам надо лишить его легального основания быть на этой территории. Как вы это делаете? Допустим, вы можете задать Богу вопрос, прежде чем ложиться спать, сказать Господь, я сейчас опять ложусь отдыхать. Я не хочу, чтобы мое сердце, моя душа была в растерзанном состоянии ночью. Поэтому дай мне сейчас сделать то, что я могу сделать. И покажи, какую территорию ты сейчас очищаешь. Дай мне вспомнить ту ситуацию, которую мне надо принести пред твое лицо. В какую ложь я поверил тогда, когда со мной это происходило. Допустим, был развод с родителями. Если такое могло иметь место. И вы себя как-то ощущали покинутым, преданным. Может быть, еще какие-то состояния. Может быть, виноватым даже, что вы не смогли сохранить семью. Либо что-то похожее могло быть в вашей жизни, как стресс. То вы можете вернуться в ту ситуацию с Иисусом и сказать, Господь, в какую ложь я тогда поверил, когда я проходил через эти состояния. Что я виноват, а на самом ли деле я виноват? Либо то, что я не мог изменить, а мог ли я что-то изменить? То есть вы ответите правдиво на эти вопросы и поймете, что вашей вины в этом не было? Или стресс, предательство, который вы испытывали, на самом деле было ли это предательство? Либо что-то еще? И предал ли Бог вас в этот момент? Где Он был в этот момент? И когда вы начинаете вот так более глубоко разбираться со своим прошлым, скажите, Иисус, а где ты был? Дай мне тебя увидеть в той ситуации, чтобы истина твоя пришла на это место. И когда вы поймете, что Он взял вас за руки, или, может быть, посадил на колени, или обнял в тот момент, когда вы ощущали себя одиноко, когда вы ощущали себя преданным, когда, может быть, родителям было не до вас, а у вас была большая рана в сердце, и вы так нуждались в отцовской или материнской любви и заботе и ласке? Это один из примеров того, что вы могли чувствовать в детстве, если это или похожая ситуация могла быть в вашей жизни. Но имейте в виду, что когда вы увидите подлинную картину того, что сделал Иисус для вас в тот момент, вы попросите, чтобы оно показало вам, вы увидите, и ваш дух получит заряд исцеления. И таким образом будет разряжаться аккумулятор, который был заряжен негативными эмоциями, а позитивные его заполнят после того, когда он разрядится от предыдущих неправильных состояний. И так по каждой ситуации, которую Бог вам будет напоминать. Это не значит, что вам надо усиленно заставить себя все вспомнить. Вы скажите, Дух Святой, напомни, покажи, что в моей жизни до сих пор имеет влияние на меня и отношение ко мне. И тогда, когда вы это будете делать, имейте в виду, что вы, позвав именно силу Святого Духа с его памятью, с его способностью проникать во времени, в пространстве, то он поможет вам с этим разобраться. Но как только вы обнаружите ложь, откажитесь от нее и скажите, я больше с тобой не партнерствую. Но истину я сюда на это место насаждаю. И таким образом вы будете приводить в порядок ваше прошлое. Не надо мучиться от него, а надо просто прийти туда с мудростью и разобраться с этим. И Господь вам в этом в помощь. И тогда, когда шаг за шагом вы с ним пройдете по тем дорогам, которые раньше для вас были где-то с поражением, где-то с непониманием, где-то с насилием над вашей личностью, с контролем, который не давал вам развиваться, и вы снимете эти ограничители. И дадите Духу Святому с его истиной прийти на территорию вашего сердца. И более того, потом положите руку на затылочную часть вашей головы и скажите, Господь, приведи в порядок Духом Святым все мысли в моей памяти. Откорректируй их сам. Потому что именно в этом блоке памяти сконцентрировано все то, что вы сейчас помните, что делает вас той личностью, в которой вы являетесь. Но Господь хочет вас сделать победоносным человеком. И поэтому он поможет с этим разобраться. Бог на нашей стороне или мы на его, когда мы приходим, то тогда и он дает нам свои инструменты. Поэтому, Алексей, не отчаивайтесь. Знайте, что вы взрослеете. И Бог понимает, что вы с этим справитесь. Если нет рядом человека, который бы мог вам послужить вот в этом душепопечении, то то, что я вам сказала, уже достаточно, чтобы вы начали это делать. Если вам нужна помощь еще более глубокая, то вы можете посмотреть у нас на сайте в рубрике «Помощь для вас» различные темы, которые вас лично могут коснуться. Страхи, обиды, одиночество, насилие, депрессии, зависимости и так далее. То есть если что-то вас касается, пройдите эти курсы, просмотрите эти уроки. Они вам помогут сделать те шаги, которые обязательно вас приведут к полной свободе. Поэтому свободного вам полета, Алексей. Выходите из клетки, выходите из тюрьмы и летайте на небесном просторе, потому что только мужественным птицам принадлежит небо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok